Очередной конфликт гражданина с полицией разбирает, точнее ведет по нему предварительную проверку, Следственный комитет в Азбесте. Событие относится еще к предпоследнему уикенду ноября. Местный житель Станислав, которому буквально на днях должно исполниться знаменательных 33 года, в своем обращении к СМИ, в частности к порталу Е1, и надо думать, что и в заявлении в Следственный комитет, рассказывает, что его избили и в бессознательном состоянии в наручниках бросили в воронок. Ни за что. Он просто сел за руль стоячего авто, а с него давай качать права, как с настоящего водителя, а он не настоящий и не хозяин. Давайте дадим слово ему самому. Я был пассажиром, сидел в машине друга, но требования выдвигались ко мне, потому что в тот момент я сидел на водительском месте. Мы поменялись местами с водителем, потому что мне надо было посчитать деньги, чтобы передать их другу. Нужна была подсветка. Сотрудники ДПС подъехали, начали требовать документы на автомобиль. Я сказал, что не могу предоставить, так как я не имею отношения к этому автомобилю. Конец цитаты. А далее Станислав рассказывает, что ДПСники требовали от него покинуть авто, так как они намерены забрать его на штрафстоянку, а он ответил, что выйдет из машины только после того, как полицейские составят материал о задержании транспортного средства. Вот тут, согласитесь, становится не совсем ясно. Если строчкой вышить, то утверждал, что не имеешь отношения к этому автомобилю, что это машина друга, то на каких основаниях ставишь полиции условия, что с ним делать и в какой последовательности. Да и цель посадки в водительское кресло как-то нелепо обоснована. Там подсветка, дескать, чтобы посчитать деньги. Так в наше время, когда на каждых двоих как минимум три мобилы, вам там с приятелями нечем было посветить, ну, хотя бы тем, чем потом они снимали дальнейшее. А наступило оно после того, как полицейские предупредили мужчину, что будут применять силу, если он не выполнит их требования выйти из машины. Станислав пишет, что получил удар в голову и впал в нокаут, глубина которого была такова, что как минимум, ну вот столько он не реагировал ни на какие экзекуции. А вы зачем его заковали-то? Он не сопротивляется. Как это не сопротивляется? Ну, я вот вижу, что сейчас не сопротивляется. Это сопротивление. По идее, если человек, которого только что проверили на состояние опьянения, и он оказался трезв, столько времени не приходит в сознание, то его, наверное, логичнее не в 0.2 грузить, а срочно 0.3 вызывать. Но на этот вопрос ответят те, кто разбирается. Пока же успокоим переживающих. Мужчина пришел в себя настолько, что уже прямо в полиции написал заявление на полицейский, которое принял сотрудник следственного комитета. Потом утром в воскресенье 22-го он сходил в горбольницу номер один Азбеста, где ему обследовали грудную клетку и головной мозг, и в графе диагноз закрытую ЧМТ и сотрясение головного мозга так и оставили под вопросом. Зато вечером того же 22-го ноября с жалобой на наезд инспектором ДПС на палец правой ноги обратился в ОВД Азбеста гражданин того же 87-го года рождения. Об этом рассказал уже начальник пресс-службы, главного управления МВД по Свердловщине полковник Валерий Горелых, который осветил ситуацию уже более развернуто, и оказалось, заявитель днем раньше гонял на машине без номеров и без прав, зачем и был задержан. Цитата от Валерия Горелых. Установлено, что 21 ноября 2020 года экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Лада» под управлением заявителя. На машине отсутствовали государственные регистрационные знаки. У находившегося с рулем мужчиной не имелось документов на управление транспортным средством. При этом в салоне рядом с водителем находилась бутылка с опиртным напитком, пахло алкоголем. Инспекторами ГИБДД проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат оказался отрицательным. Молодой человек вел себя крайне агрессивно, провоцировал конфликт. На следующий день нарушитель в сопровождении нескольких человек пришел в местное отделение ГИБДД, чтобы забрать свой автомобиль. Конец цитаты. То есть обратите внимание, все же свой автомобиль. А тем полицейским, что в итоге унесли его в наручниках, втирал, что не имеет к нему никакого отношения. Ну и под занавес еще одна цитата, уточняющая, почему не закрытая черепно-мозговая травма, не сотрясение головного мозга под вопросом, а именно палец на ноге, в итоге стал поводом для заявления. Граждане стали препятствовать выезду с территории ОВД служебного транспорта. В этот момент, возможно, и произошло то, о чем заявитель указывает в своем обращении. После чего стражи порядка вызвали скорую помощь, которая зафиксировала у мужчины ушиб пальца ноги. Более подробные и точные обстоятельства инцидента выясняются в ходе начавшейся проверки. Конец всех-всех-всех цитат.